В нашу редакцию продолжают поступать звонки от телезрителей, которые надеются хотя бы с нашей помощью обратить внимание власти на жилищную проблему. В квартирах холодные полы, лед и снег на стенах и низкие температуры. Наталья Дуркина встретилась с несколькими семьями, которые замерзают в собственных домах. Здесь тем, что в зимнее время промерзают стены и полы в зале, в туалете, то есть там угловая. Вот я обращался 15 июля к ним, входящий 423 номер. Реакции никакой. Семья Ганиевых купила квартиру в доме 8 по улице Монтажников еще 5 лет назад. Заехали, сделали небольшой ремонт и начали обживаться. Все бы ничего, но настали первые крепкие морозы. И тогда глава семьи Ильдар Ганиев решил сделать капитальный ремонт. Сам своими силами здесь утеплил полы. Получается, пеноплекс положил, ДСП покрыл. Здесь более-менее. В зале не стал, там просто подложку положил 10-мм. Трогаю. Ну, более-менее. Раньше, когда только заехали, вообще продукты замязали на полу. Однако со временем дом стало сильно косить. Стены поехали, открылись новые сквозные дыры не только по всей квартире, но и по дому. Доски прогнили, начала осыпаться заваленка. А содержимое выгребной ямы и вовсе оказалось у всех на виду. Как у нас сыптик наполняется, у нас из-под туалета начинает вода течь. Вот отсюда, с трещины. На полу 2 градуса тепла. На стенах грибок и плесень. Каждый месяц Гузель пытается различными средствами избавиться от этих напастей. Но все попытки тщетны. Дома ходят в том же, что и на улице. Несколько пар носков и штаны, теплые колготки и вязаные кофты. Газовые плиты работают практически беспрерывно. Правда, включать обогреватели семья боится. Все-таки проводка старая, алюминиевая. Обращения в управляющую компанию остаются абсолютно без внимания. По словам жителей, один раз ремонтники все-таки пришли. Что-то где-то подлатали и больше не появлялись. Вот эти два бревна, три здесь, они все сырые, насквозь, мокрые. Это снаружи, да? Это снаружи дома. Они открыли, немножко утеплитель положили, получается закрыли. А внутри, говорят, это ваши проблемы, разбирайтесь сами. У вас, говорят, ваш дом, ваша собственность. А снаружи, говорят, мы утеплили, чуть-чуть там приложили какой-то утеплитель и забили эти доски, вот эти гнилые, вот эти брусья. Это проблема не только одной квартиры, но и всего дома. Собственники уже не раз обращались и в управляющую компанию, и в главе поселка. Однако, никто им не помог. Обращались, ходили, он ходил к Казаченко, ну, депутату здесь, или кому глава он, да? Он сказал, у вас дом в идеальном состоянии, вы что, говорит, хотите, говорит. Мы, говорит, еще его даже на капитальный ремонт, говорит, не ставим, и под снос вы даже не думайте. Вы живете как это, как сыр в масле здесь. Хотя на деле не все так радушно, как говорят. Даже на втором этаже ситуация не меняется. В квартирах сильный холод. Вот полос, полы ледяные, мы смерили температуру 7 градусов на полу. Вверху на расстоянии 150 сантиметров, как обычно замеряется, 10 градусов, больше ничего, как бы выше не поднимается. Включаем обогреватель. В 20 квадратах у нас работает два обогревателя. Кое-как до 20 градусов нагреваем квартиру. Некоторые собственники уехали и снимают квартиры в более теплых домах. Алла Геймбух увезла своего внука в город, потому что новорожденному малышу попросту было невыносимо жить в холоде. Вот на градуснике 10 градусов в квартире, а на полу вот 5 градусов. Просто невозможно. Надо находиться в одежде. Вот маленький ребенок, он как бы у нас все время находится в городе. Мама здесь живет. Невозможно здесь просто жить. Никакой жизни. Вот мы здесь буквально сейчас просидели полчаса. Вот уже надеялись в одежду, потому что ну просто некомфортно. Хотя включены теплые полы. И теплые полы включены, и вот газ включаем, и два колорифера греется обогревателя. На данный момент дом не признан ни ветхим, ни аварийным, не поставлен на очередь на капитальный ремонт. Жители приходят к единому мнению. Выход из данной ситуации – признать дом аварийным. Нет, не смотрели еще даже. И таких обращений в нашу редакцию за время сильных морозов поступает достаточно много. Пионерская – 25. Этот дом уже получил славу, как один из самых холодных домов Наринмара. Семья Слободенюк купили квартиру 6 лет назад и сразу же сделали ремонт под себя. В принципе, когда мы покупали здесь квартиру, мы знали, на что мы идем. Деревянный дом, первый этаж. Поэтому сделали капитальный ремонт вообще. Мы все разобрали, все вплоть до бревен. Все-все-все у нас здесь. Все было переделано. Полгода длилась эта вся эпопея с ремонтом. Все сделали, все замечательно. Первый год жили вообще просто великолепно. Великолепно. Ну, не скажу, что прям жарко было, но было нормально, все хорошо. Потом началось с каждым годом все хуже, 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 хуже. И вот в итоге мы тут замерзаем. По словам жителей, проблемы начались после первого капитального ремонта. Дом обшили и появились трещины абсолютно везде. Квартиры начали попросту проседать. У нас перестали закрываться межкомнатные двери. Дверь входная, вот сейчас можете посмотреть, она еле открывается. В какой-то момент перестала открываться дверь с балкона. То есть нам приходится постоянно это все там подпиливать. Жители дома обращались в различные инстанции, писали жалобы и заявления, начиная с марта 2019 года. В ответ же получали письма из прошлого о том, что собрания проводились еще в феврале, и проблемы были решены. О том, кто несет ответственность, еще предстоит выяснить. О развитии событий мы будем рассказывать в наших следующих материалах. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.